Вы ждете в начале этого повествования рассказ о том, как Шарль Перро с детства мечтал стать сказочником и как он сознательно пришел к решению написать сказки для детей, которые известны уже более 300 лет. Но все в его жизни было совсем не так. Да и не сказочником вовсе был Шарль Перро, а красноречивым адвокатом, ученым и поэтом, архитектором при дворе короля в ведомстве королевских построек, членом французской академии. Это был придворный, привыкший блистать в высшем свете и совсем не детский писатель. Как же он написал любимые до сих пор детские сказки, в какой семье вырос, какое образование получил, и он ли вообще написал сказки? Да, до сих пор мы не знаем достоверно, действительно ли Шарль Перро написал известные нам сказки про кота в сапогах и красную шапочку, или это был вовсе не он? А если их написал кто-то другой, то кто этот неизвестный нам автор? Шарль Перро, известный сейчас всем взрослым и детям как автор «Красной шапочки», «Кота в сапогах», «Рики с хохолком», «Мальчик с пальчик» и других сказок, родился более 350 лет назад в городе Турне 12 января 1628 года. Вырос Шарль Перро в обеспеченной богатой образованной семье. Дед Шарля был богатым торговцем в Турине. Отец Пьер Перро получил прекрасное образование и был адвокатом Парижского парламента. Мать Шарля Перро происходила из дворянской семьи. В детстве Шарль Перро подолгу жил в поместье своей мамы в деревне Вири, откуда, возможно, и появились образы его деревенских сказок. Семья была многодетной. У Шарля были пять братьев. Один брат Франсуа, близнец Шарля, умер, не дожив до года. Исследователь биографии Шарля Перро утверждает, что его тень преследовала Шарля всю его жизнь и очень мешала ему в детстве. Это было до тех пор, пока Шарль не подружился в колледже с мальчиком Бороном, который помог снять заклятие Франсуа и стал его настоящим другом, о котором говорят, водой не разольешь. И фактически заменил собой ушедшего брата-близнеца. После этого Шарль стал более уверенным в себе, более успешным в учебе. Все братья Перро, в том числе и Шарль, закончили колледж Баве. Шарль Перро поступил в этот колледж в восемь лет и окончил в нем факультет искусств. Шарль Перро по настоянию отца сначала работал адвокатом, а потом пошел работать к брату, его ведомство сборщиком податей. Он усердно делал карьеру и о литературе как серьезном занятии даже и не думал. Он стал богат, силен, влиятелен, стал советником короля и главным инспектором построек, возглавлял комитет литераторов и отдел славы короля. В 44 года Шарль женился на юной Марии Пишон. Ей было в то время 18 лет. У них родилось четверо детей. О семейной жизни Шарля есть разные мнения и опять же противоречивые. Некоторые биографы Шарля пишут о нежной любви его к жене и к семье. Другие имеют противоположное мнение. Прожили они семейной жизнью недолго, всего 6 лет. Жена Шарля Перро умерла достаточно рано, 24 года, от оспы. Тогда эту болезнь вылечить было невозможно. После этого Шарль Перро сам воспитал своих детей, трех сыновей и более никогда не женился. Сказки Шарля Перро были написаны как сказки нравственные и обучающие жизни. И они были в стихах. Как? Удивитесь вы. Почему в стихах? Ведь мы читаем сказки Шарля Перро детям в прозе, а не в стихах. Давайте разберемся в этой очень загадочной истории о том, какие же сказки написал Шарль Перро и вообще кто их написал. История создания сказок Перро похожа на детективную задачку, у которой до сих пор нет единого ответа. Со времен издания сказок Шарля Перро в прозе до сих пор ведутся споры об их авторстве. Известен и общепризнан лишь тот факт, что основу всех сюжетов сказок Шарля Перро составляют известные народные сказки, а не его авторский замысел. Перро же создал на их основе авторскую литературную сказку. Существуют самые разные версии о написании сказок Шарля Перро. Традиционная версия. Шарль Перро сознательно скрыл свое авторство и представил авторам сказок своего сына, так как сказки не считались тогда серьезным занятием для настоящего литератора. Доказательством этой точки зрения считается то, что в частности в сказках отражены жизненные впечатления именно Шарля Перро, а не его сына. Считается известным фактом, что замок спящей красавицы – это знаменитый замок Юссе на Луаре. Сейчас в нем находится музей Шарля Перро с восковыми фигурами его сказочных персонажей. Шарль Перро впервые увидел этот замок, когда был интендантом королевских построек. В то время замок уже был запустенней в густых зарослях, над которыми возвышались зубчатые башни. Именно такой, каким он написан в сказке Шарля Перро. А также в доказательство приводится тот факт, что сказки заканчиваются стихами моральными нравоучениями, которые вряд ли бы написал ребенок или юноша. Еще одна версия, что юный Пьер Перро записал народные сказки, а его отец Шарль Перро их серьезно отредактировал. Или, может быть, Шарль Перро сочинял эти сказки для своего сына, когда тот был маленьким и позже их просто записал от его имени. Согласно этой версии, каждый вечер Шарль Перро рассказывал своим детям волшебные сказки, которые помнил с детства. Потом истории стало не хватать, и он стал их собирать у слуг, кухарок, горничных, чем очень забавлял их, ведь сказки не считались тогда чем-то серьезным. Его увлечения сказками он наследовал и младший сын Пьер. Мальчик завел тетрадку, в которой записал все услышанные им от отца и других людей волшебные истории. Именно эта тетрадка и стала основой для любимых нами волшебных сказок в прозе, созданных в сотворчестве отца Шарля Перро и его младшего сына. Как бы ни было и кто бы ни сочинил сказки, общепризнено то, что именно Шарль Перро первым вел народную сказку «Знатное общество» и стал основателем целого направления литературной волшебной сказки для детей. Кто же был истинным автором «Золушки» или «Кота в сапогах», сам Шарль Перро или его младший сын, вероятно, так и останется тайной. Сборник сказки «Матушки Гусыни» вовсе не предназначался для детей. Он был написан в первую очередь для взрослых и имел взрослый подтекст. Каждая сказка Шарля Перро заканчивалась неровоучением в стихах. Давайте рассмотрим, какие же уроки закладывались в некоторые сказки. Например, сейчас многие сказкотерапевты спорят о сказке про красную шапочку и заложенных в ней смыслах. А ведь сам смысл раскрыл сам Шарль Перро в своем стихотворном послесловии к сказке. Вот оно. Детишкам маленьким не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам, пути, встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать, иначе волк их может скушать. Сказал я волк, волков не счесть, но между ними есть иные, плуты настолько продувные, что сладко источая лесть, девичью охраняя честь, сопутствуют до дома их прогулкам, проводят их бай-бай по темным закоулкам. Но волк, увы, чем кажется скромней, тем он всегда лукавее и страшней. В сказке Шарля Перро охотники не приходят и не спасают красную шапочку и ее бабушку. У охотников вообще нет в сюжете его сказки. Шарль Перро писал сказку для взрослых легкомысленных девушек, желая их предостеречь, а вовсе не для детей. Предназначалась дамом светских салонов и должна была предостеречь наивных девушек от коварных обольстителей. Шарль Перро был убежден, что трагедия в сказке необходима для обучения жизни. Сказка – урок жизни, и поэтому и был так беспощаден к любимой нами красной шапочке, ведь жизнь тоже может быть беспощадной к девице. Еще одна известная всем нам сказка Шарля Перро – сказка «Синяя борода». Интересно, что в морали к этой сказке автор говорит не о злодея, мужу синей бороде, а о пагубности женского любопытства. Вот как звучит мораль сказки. Забавно женская к нескромным тайнам страсть. Известно ведь, что дорого досталось, утратит вмиг и вкус, и сласть. Мораль сказки «Кот в сапогах» словами Шарля Перро звучала так. И если Мельников сынишка может принцессы сердца потревожить, и смотрит на него она едва жива, то значит молодость и радость, и без наследства будут сладость, и сердце любит, кружится голова. Значит, ни жизнь, ни сказка невозможны без любви. Будет любовь, будет и молодость, и радость даже без наследства. Вот такой интересный завет от Шарля Перро. Слесловие к сказке «Спящая красавица» звучало так. «Немножко обождать, чтоб подвернулся муж, красавец и богач к тому ж, вполне возможно и понятно. Но сотню долгих лет в постели лёжа ждать для дам настолько неприятно, что ни одна не может спать, пожалуй, выведя второе поучение. Нередко звенья уз, что вяжет гименей, пока разрозненные, слаще и нежней, так обождать удача, не мучение. Но нежный пол с таким огнём твердит свой символ веры брачной, что сеять ад сомнений в нём у нас не хватит злости мрачной. Терпение, женское терпение, как женская добродетель, которая будет вознаграждена, оказывается, вот что важно в этой сказке». В переводе на русский язык сказки Шарля Перо были впервые изданы в 1768 году в сборнике под названием «Сказки о волшебниках с нравоучениями». Позже сказку «Кот в сапогах» перевёл стихами Жуковский, а также он написал «Спящую царевну». А в 1867 году сборник сказок Шарля Перо вышел с предисловием Тургенева и без стихотворных нравоучений в конце сказок. Перевод Тургенева помог сказкам завоевать популярность в России. Но тогда сказки назывались иначе. Например, вместо «Золушки» было название сказки «Замарашка». Это важно знать. Сейчас мы читаем детям не авторские тексты Шарля Перо в переводе, а адаптированные тексты сказок, специально созданные для детского восприятия русскими переводчиками. Бритейл – самый настоящий замок, построенный в конце XVI – в начале XVII веков. Сегодня в этом старинном поместье живут сказочные персонажи сказок Шарля Перо. Владение кота в сапогах находится в 35 километрах от Парижа в долине Шеврес, и более 400 лет он принадлежит семье Бритейл, очень древне известной во Франции. Сегодня его владельцы, барон Анри Франсуа и Севрин Бритейл с удовольствием показывают гостям и старинные гобелены, и портреты семейства и французских королей, и огромный парк, один из самых красивых в регионе Эли-де-Франс, с лабиринтами из замшитых кустов и садами во французском и английском стилях. Но самое интересное в замке не это. Когда-то знаменитый сказочник Шарль Перо был большим другом одного из членов семьи Бритейл, и в память об этом в конце 20 века после реставрации в замке поселились 50 восковых персонажей из золушки, спящей красавицы, ослиной шкуры, кота в сапогах, красной шапочке, синей бороды, мальчика с пальчиком и других сказок Перо. Часть героев расположились в комнатах замка, а некоторые гуляют по парку. Одних восковых котов в сапогах здесь больше 20, и у каждого свой наряд и занятие, потому как именно этот персонаж самый любимый у хозяина поместья.